здравствуйте дорогие друзья мы находимся в центре сангейтс рядом со мной руководитель организатор центра сангейтс майкл мелехов здравствуйте майкл и мы сегодня поговорим о составляющей жизни которая касается абсолютно каждого из нас а именно об обычной или необычной тут уж каждый решает по-своему но одним словом о воде но все знают что вода это молекула состоящая из водорода и кислорода с формулой h2o но не все так просто понятно есть определенная связь между этими атомами в молекуле однако мы сегодня поговорим как я понял энергетическая составляющая воде о том что представляет собой в общем-то энергия заложенная воду и как правильно ее использовать для жизни да спасибо владимир дорогие друзья рад приветствовать вас в центре сангейтс ну действительно давайте поговорим немножечко о воде неотъемлемая составляющая нашей жизни на земле существует три драгоценности так говорили мудрецы эти три драгоценности это пища это вода это добрые слова ну вот одной об одной из этих драгоценностей мы сегодня поговорим это вода ну действительно вода в нашем понимании это h2o это формула такая воды ну вот мы состоим на 75 80 процентов из воды считается человек состоит что это означает то есть какая там вода из нас ну вот нету воды нет никакой воды у нас нету там внешне а тем не менее мы из нее состоим имеется ввиду совсем не та вода которая в нашем понимании вот льется из под крана и так далее там падает с небес в виде дождя и снега вот а это совсем другая вода и вода на самом деле это тонкая составляющая один из пяти элементов вот самый тонкий элемент это эфир потом у нас идет воздух потом у нас идет огонь потом у нас идет вода потом у нас идет земля и и вот один из этих элементов представляет собой воду ну как мы общаемся с водой и какие рекомендации мы сегодня будем говорить больше так скажем о практической чаще как применять эту воду в повседневной жизни и это та информация которая достаточно полезна она не часто приводится где-то там в интернете но мы все читаем и знаем о том что воду надо пить эта вода должна быть очищена это все прекрасно и все здорово и замечательно вы знаете я часто бывал бываю в индии и там есть совершенно потрясающая река о которой ну очень много написано об этой реке она называется ганга ганга ганг как мы называли ганга и вот чем она знаменитой чем она достопримечательность какова этой реки на самом деле эта река она виде реки которую мы все видим и знаем и слышали многие из нас и видели ее и даже так сказать омывались в этой реке она проявлена у нас на земле на самом деле эта река берет начало смлечного пути и вот по преданиям она потом проявляется у нас на земле и она огромный поток этой воды который разбил бы все на своем пути он попадает нам на землю но он льется и попадает на голову шивы и вот только один шива поскольку он является богом он может выстоять и принять вот этот поток воды который попадает к нему ну еще раз это будем говорить гипотеза или будем говорить это такая значит притча неважно так вот рабочий день мы проснулись мы проснулись начался наш день день начинается наш со знакомства с приема воды первым делом как ни странно люди не бегут мыться делать свои водные процедуры а они должны натощак на голодный так сказать желудок они должны выпить стакан воды что делает этот стакан воды он очищает и снимает с нас отовсюду там с языка изо рта и смывает вот то ту скажем негативную энергию которые мы зарядились во время сна почему негативная эта энергия она переработанная у нас начинается день то есть так как мы перезаряжаем батареи когда мы спим во время сна мы набираем эту энергию та энергия которая была в предыдущем дне она должна уйти от нас мы должны ее каким-то образом смыть вы должны ее убрать из нашего организма ну и вот после этого как мы приняли вот этот стакан воды причем что самое интересное стакан воды в аюрведе аюрведа это в том числе и медицинский аспект скажем видическая медицин но она не ведическая медицина ведической медицины скажем как таковой нет веда это знание медицина нет это просто в том числе и медицина то есть это наука здоровой жизни или как правильно жить ну если мы живем правильно то мы соответственным образом и здоровы что самое интересное в те древние века до мамонтов были люди которые никогда не мылись то есть по идее если мы не будем мыться то мы будем очень и очень нехорошо мягко говоря пахнуть да да но вот те люди почему-то они пахли совершенно здорово замечательно почему они делали омовение они не мылись так как мы моемся это нормально в нашем мире в нашем обществе я помню правда в те времена когда еще жил все времена ну во-первых там и вода так горячая не всегда так было кроме этого там как бы не всегда люди и мылись скажем так периодически мылись но не так не постоянно скажем не каждый день как это принято здесь так вот считается что скажем один раз вот такое омовение это снимается грубая энергия два раза снимается убирается тонкая негативная имеется ввиду энергии а три раза но полностью очищается и это скажем очень и очень благоприятно благотворно дальше мы переходим к моменту как мы используем воду когда мы моемся вот владимир чего надо начинать мытье вот вы стали подушкой вы принимаете скажем там но вода течет сверху значит по идее она попадает на голову как на голову шивы а потом стекает дальше по всему телу до ног то есть получается надо быть голову первым делом ну может быть я не знаю насчет мыть но во всяком случае мочить 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 так вот чтобы не смыть с нас полностью всю энергию а мы начинаем рабочий день и этот рабочий день мы должны начать так скажем энергичными полными силы бодрости мы должны мыть части тела в определенном порядке так вот рекомендация такова начинать надо всегда мыться со стоп моется всегда стопы вначале потом моется волени и ноги после этого моется голова а вот после этого уже все остальное тело в любом порядке но порядок скажем начало и вот этого всего то что мы делаем вот именно такой то есть стопы дальше колени дальше голова ну и так далее далее когда рекомендуется принимать вот это омовение ну существует определенные скажем так случаи когда просто необходимо принимать это омовение и омовение премьевая принимается после того как человек скажем так сходил в туалет дальше после прикосновения к полу но это имеется ввиду руки после еды и после того как он прикоснулся то ли к стопам то ли к носу к рту ушам и ну и так далее а омовение стоп это самое самое так сказать главное что рекомендуется делать абсолютно всем людям то есть омовение стоп это то что мы видим в индии и я бывая в различных скажем храмах ашрамах и так далее и живя где-то люди которые соблюдают эти обряды но индусы они ходят как мы знаем босиком вот почему они ходят босиком потому что контакт скажем землей это очень и очень благоприятен контакт с природой то есть когда мы носим обувь это мы не имеем тогда никакого контакта но дело в том что когда мы находимся за пределами нашего дома мы соприкасаемся с энергией которая может быть для нас тоже чужеродна то есть разные люди ходят там разная энергия там присутствует поэтому первым делом придя в дом кстати чего абсолютно не свойственно американцам надо снять обувь потому что человек не потому что она грязная человек пришел с улицы а потому что на ней находится энергия и улицы или допустим почвы где находятся где едет машины где находится очень-то очень много каких-то негативных и грязных веществ которые абсолютно нам не нужны в доме то есть желательно придя не просто снять обувь надо ее протереть может быть даже помыть ну и я допустим как делаю я всегда если от пришел домой откуда бы я не пришел я всегда иду значит в ванну в умывальную комнату и мою стопы то есть как я это делаю я мою стопы и темечка там находится у нас последняя чакра соединение сверху то есть о чем идет речь то есть мы это микроорганизм микрокосм его называют которые находятся внутри макрокосм это называется иисусу не зря тоже мы вали ноги кстати там это написано в евангелии до традиции более того существует скажем на востоке в индии в частности традиция поклоняться я неоднократно бывал в доме когда молодой человек сын он приходит и здоровается с отцом не как у нас там привет а бать вот попали вот приходится уклами кланяется и дотрагивается до стоп ну вот может быть голени во всяком случае потом делает так то есть он под это поклонение да как мы кланяемся вот японцы кстати тоже вот и японии интересно я был там японцы когда ты заходишь магазин они первым делом они кланяются и это культура востока на самом деле и это правильно во первых это упражнение какое-то не просто там шейхенд пожал руку а это все же какой-то хоть какой-то поклон какой-то физическое упражнение чтобы это неплохо но вот в индии люди пошли дальше они поклоняются и они скажем так вот стопы это очень важный важный момент и омовение в том числе дело в том что местом концентрации всех болезней как раз таки является стопы это в тонкой форме то есть чем чаще вы их моете тем ну скажем реже болеете и дальше температура воды температура воды имеет очень большое значение имеется ввиду та вода под которой вы моетесь я сейчас не говорю о омовениях мы я сейчас говорю о том как мы все моемся то есть горячая вода так же как и холодная на неблагоприятно скажем для мытья то есть мы горячая вода к сожалению как мы все привыкли под особенно зимой это же как бы ну в холодной водой как бы неприятно мыться да мягко говоря поэтому моемся горячей водой нет она должна быть комнатной температуры она должна быть теплая она не должна быть холодная поэтому мытье под струем холодной воды как многие делают ну где-то в какой-то степени может быть это и полезно скажем снять там напряжение и так далее система иванова оплевание ведрами следовая вода да система порфирия иванова да но там было по-другому он не так не не мылся то есть это не длительное пребывание скажем струи воды нет он брал эту воду он брал наливал ведро вот у меня до сих пор это все есть я занимался по системе тоже еще будучи в советском союзе порфирия иванова да ты берешь на себя эту воду и выливаешь на себя мгновенно сразу да сразу вот эту ведро воды они то что стоят под водой нет у нас многие люди они вот экстремалы они считают заказываются таким образом к сожалению это не тоже не полезно поскольку это спазмы и так далее что в общем то не очень благоприятно мягко говоря не очень благоприятно ну и самое главное не мыть голову горячей водой вот это уже совсем не хорошо ну на это есть причины дорогие друзья много есть информации на самом деле которую мы будем продолжать в следующей программе ну вот пока на этом давайте мы остановимся надеюсь что эта информация будет вам интересно ну если у вас будет вопросы то пожалуйста задавайте это тройное w sun gates radio.com ну и самое главное skype sun gates 1 0 8 sun gates солнечный оборот на конце буква и sun gates 1 0 8 пожалуйста программа записывается выкладывается в youtube facebook там вы можете тоже задавать свои вопросы но на этом разрешите так сказать от ланиса спасибо за внимание всего доброго спасибо до свидания